Библейский портал экзегет.ру представляет Самый первый стих говорит нам о том, что Христос наделяет особой властью, особыми полномочиями своих апостолов. Это недуги исцелять и нечистых духов изгонять. Но самое важное, что Он дает им эти полномочия не как самоцель. Они должны связаться. Они должны свидетельствовать через врачевание болезней и через изгнание нечистых духов. То, что за ними стоит Христос, то, что они совершают это Его силами. Это было очень важно в то время, поскольку города и веси Израиля часто оглашались проповедями так называемых лжемессий, которые очень часто обещали людям деньги, которые очень часто людям обещали хорошую жизнь. Но чаще всего закончилось это поборами со стороны таких лжемессий, которые уходили на страну далечия и больше не возвращались. И вот для того, чтобы люди приняли слово апостолов, Господь дает им власть творить чудеса, за которыми бы люди увидели стоящую божественную силу. Имена святых апостолов. Первый Симон, называемый Петром. Еще одно имя Симона Петра Кифа. Вообще, надо сказать, что слово Петр греческое, а Кифа сирохалдейское обозначает именно камень. Симон Петр стоит всегда первым в списке 12 апостолов, где бы этот список ни находился. Андрей брат Его, Андрей первозванный. Симон Петр и Андрей были братьями. Иаков Зеведеев и Иоанн брат Его. Это братья, которые получили от Господа еще прозвище Вуанергес, то есть сыновья Громовы. По всей вероятности, Господь назвал их так за их ревность в деле Бога угождения. Однажды, проходя через Самарянское селение, Господь не получил возможности пройти через него. Иаков и Иоанн, об этом мы читаем в Евангелии от Луки, попросили Христа, могут ли они свести огонь с неба для того, чтобы попалить это селение и уничтожить. На что услышали ответ Христа, не знаете, какого вы духа. Но в любом случае, вот эта ревность, которая двигала братьями, она выразилась, по всей вероятности, в таком их названии. Они сыновья Громовы. Иоанн, брат Иакова Зеведеева, это именно любимый ученик Христа, который на Тайной Вечере возлежал на Персих Господа и пользовался особым расположением Спасителя. Филипп и Варфоломей. Филипп это тот именно, который призвал Нафанайла, согласно Евангелию от Иоанна, для того, чтобы тот пошел и увидел Христа. В силу этого, Варфоломей чаще всего, полагают, имеет второй именно Нафанайл. Имя Нафанайл не находится в списках 12, но поскольку он всегда стоит в паре с апостолом Филиппом, полагают, что он и есть Нафанайл, Варфоломей. Фома и Матфей-Мытарь. Фома, это имя встречается еще и как Фома-близнец или Дидим. Надо сказать, что слово Фома-близнец и Дидим, это, в общем-то, одно слово обозначает на русском языке именно близнец. Было ли на самом деле Фома-близнецом, имел ли физиологического брата-близнеца, или это было прозвище, сказать достаточно сложно. Матфей-Мытарь по Евангелию от Луки и Евангелию от Марка, он называется Левием, поэтому чаще всего его называют Левий-Матфей. Иаков-Алфеев и Левий, прозванный Фадеем. Следующая пара. Иаков-Алфеев иногда называется Иаковым малым или младшим, по всей вероятности, для того, чтобы не путать его с Иаковым-Зеведеевым. Ну, и еще здесь важно будет заметить, что Иаков-брат Господень, он не был с числа 12, он не был ни Иаковым-Зеведеевым, ни Иаковым-Алфеевым. Левий, прозванный Фадеем. Ну, вот здесь мы видим, что у апостола Левия было еще одно имя Фадей. На самом деле, и еще было у него одно имя Иуда-Иаковлев. Вот три имени имел этот апостол. Симон-Канонит и Иуда-Искариот, который предал его. То, что касается Симона-Канонита, то одно еще из его прозвищ Симон-Зилот. Часто полагают, что слово Канонит происходит от слова Кана, Кана-Галилейская. И предание связывает Симона-Канонита с браком в Кане-Галилейской, называя его вот именно тем женихом, на чьем пиршестве присутствовал Христос. Это возможно. Однако, Священное Писание не дает нам возможности сказать, так это было или не так. И справедливости ради можно будет заметить, что еврейское слово Кананий и греческое слово Зилотис, то есть ревнитель, это слова дождественные. Иуда-Искариот всегда стоит в списке последних, поскольку он и предал Христа. Ну, если говорить более точно, Иуда из селения Кариофа или Кариота. Здесь примечательно будет заметить, что если 11 предыдущих апостолов все были родом из Галилеи, то Иуда был действительно из Иудеи, из области, которая находилась на юге Палестины. Сир 12 послал Иисус и заповедовал им, говоря, на путь к язычникам не ходите, в город самарянский не входите, а идите наипачек к погибшим овцам дома Израилева. Проходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное, больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте. Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одеж, ни обуви, ни посоха, и потрудящийся достоин пропитания. Входя в какой бы город вы ни входили или селение, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря, мир дому всему. И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отрадней будет земле Содомской или Гоморской в день суда, нежели городу тому. Но вот здесь мы видим, что заповедует Христос своим апостолам и ученикам. Он наделяет их полномочиями и дает им заповедь проповедовать о Царстве Небесном. Иными словами, о том, что Мессия уже пришел, что вход в Царство Небесное открыт, остается только дело за самими людьми. Но мы видим, что Господь им дает очень важные заповеди. Он ограничивает их именно в возможности брать с собой золото, серебро, суну в дорогу, двух одежд или обуви, или посоха. С чем это связано? Это связано именно с тем, чтобы засвидетельствовать ученикам перед народом, что за ними стоит божественная сила. За ними стоит дар божественной благодати, который за апостолов исполняет все. Ну и с другой стороны, было важно Христу научить апостолов, чтобы люди, смотря на них, не думали, что они люди корыстолюбивые, что они ищут каких-то своих собственных выгод, что они из-за корыстных целей проповедуют что-то о Царстве Небесном. С этим именно связано заповедь «ничего с собой не брать лишнего», а также «не переходить из дома в дом», чтобы люди не подумали, что они как легкомысленные ищут место получше, там, где повкуснее кормят. Вот эти слова «там, где дом будет достоин, мир ваш придет на него, если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится». Святитель Азлатоуст, толкуя эти слова, говорит о том, что за словом апостолов и за их благословением стоит также дар силы божественной. «Мир ваш придет на него», то есть мир, который осенит этот дом, расположит людей к принятию Иисуса из Назарета как истинного Христа. «Если же не будет достоин мир ваш к вам возвратиться». Толкователи говорят, что определить, что мир ваш к вам возвратился, может, будет по очень простой причине. Дом, в этот дом войдут раздоры, войдут неурядицы, между собой начнут ругаться люди. «Если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или города, того отрисите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, вот само по себе отрисание праха от ног. В древнем мире это чаще всего было символом того, что люди не хотят не иметь ничего общего с тем, с кем они общались. И здесь мы можем встретить толкование о том, что не принявшие апостолов и их учения о спасении, они не достойны того, чтобы с ними общаться. Они своего рода проклинаются этим отрисанием праха от ног, от сандалий апостолов. Но, с другой стороны, понимая о том, что Христос пришел в мир всякого человека спасти, что нет человека недостойного дара спасения, сложно предположить, что мы должны это толкование принять. По всей вероятности прав, например, святитель Иоанн Златоуст или блаженный Феофилакт Болгарский, которые полагают, что апостолы отрисанием земли от сандалий, налипших на них, свидетельствуют о том, что их проповедь безвозмездна, что даже земля, случайно налипшая на их сандалии, не нужна им, она оставляется тем, кому апостолы проповедовали. Истинно говорю вам, что отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Вот я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змии, просты, как голуби. Остерегайтесь же людей. Они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что, сказайте ли вы в тот час. Дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но дух отца вашего будет говорить вас. Предаст же брат брата на смерти, отец сына, и восстанут дети и родители умертвятых, и будете ненавидимы всеми за имя мое, претерпевший же до конца спасется. Когда же будут гнать вас, в одном городе бегите в другой, ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как приедет сын человеческий. Вот эти слова, конечно, очень четко показывают апостолам, что ожидает их за дело проповеди. Это и локально по времени, к тому моменту, когда апостолы будут непосредственно ходить по городам и весям Израилевым, готовить народ к принятию Мессии. Но, конечно, это мы можем приложить и распространить на будущие времена, когда, можно сказать, Святая Церковь проповедовала в мире. И вот все то, о чем предсказывал здесь Спаситель, можно сказать, сбывалось. Но первую заповедь, которую Господь поставляет, и мы понимаем, что она очень важная, будьте как овцы среди волков, будьте мудры, как змеи, просты, как голуби. Но в данном случае здесь Господь предупреждает апостолов, чтобы они не мстили тому, кому проповедуют, если они будут испытывать от этих людей какие-то напасти, какие-то скорби, какие-то искушения. Потому что мстительность, как говорит Святитель Иоанн Златоуст, уничтожает все плоды добродетельные, все плоды благовестия. Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Вот голубь – это действительно сама кротость воплощенная. Что значит «будьте мудры, как змеи»? Вообще, у одних толкователей понимается под этой мудростью то, что змея, когда ее начинают убивать, бережет прежде всего свою голову, все остальное отдает, потому что если голову сбережет, сбережет свою жизнь. Но поэтому Святитель Иоанн Златоуст, в частности, рассуждает так – только веру свою сбереги, все отдай, что потребует у тебя, даже саму жизнь. Сберегешь веру, сберегешь свое спасение. Но у Святителя Васильева Великого встречается интересное рассуждение о змее. Мудростью змеиной он называет необходимость для обновления своего естества, то есть для сдирания своей ветхой кожи и обличения в новую, необходимость ползти по колючим, острым камням, терниям и всему тому, что действует очень болевыми моментами на естество человеческое. Может быть, этим Христос и хотел сказать, что дело вашей проповеди всегда будет сопровождаться вот этими духовными терниями, через которые вам придется проходить. Дальше, когда Христос говорит о том, что во время вашей проповеди будут предавать вас на пытки, на казни, поведут к правителям и к царям для свидетельства перед ними и язычниками. Христос хочет сказать этим, что то, что с вами будет случаться, это все промысл Божий, это все необходимые действия для того, чтобы слово ваше услышали язычники, услышали сильные миры всего. Будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать. В тот час будет дано вам что сказать, ибо Дух Отца вашего будет говорить вас. Вот здесь мы действительно, можно сказать, без комментариев должны принять свидетельство очень важное из уст самого Христа, что Дух Святой за истинным проповедником, исполняющим волю Божию, живущего по заповедям Христовым, часто говорит верующим людям учение о спасении. Ну и слова, когда же буду гнать вас в одном городе, бегите в другой, ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий, у многих вызывают вопрос, что это значит. Ведь апостолы проповедовали, и более того, до сих пор идет проповедь евангельская, но Сын Человеческий еще не пришел. В этот 23 стих следует полагать по всей вероятности в узком локальном временном контексте Христос имеет в виду, что под пришествием Сына Человеческого мы должны понимать Его славное воскресение из мертвых. То есть, действительно, апостолы не успели обойти еще всех городов Израилевых, как Он уже воскрес, как Он уже явил Себя апостолом, в их лице всему христианскому миру и сказал, что дана Ему всякая власть на небе и на земле. А вот заповедь, когда будут вас гнать в одном городе, вбегите в другой, мы тоже не должны понимать в смысле того, что апостолы должны спасаться от гонений бегством. Нет, Господь здесь заповедует нечто другое. Он говорит, что у вас очень мало времени, не тратьте время, проповедуйте в одном городе. Приняли проповедь вашу или не приняли, быстро передвигайтесь в другой, чтобы тех людей, которые в другом городе находятся, также познакомить с проповедью о спасении. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Ибо если хозяина дома назвали Вельзевулом, то не тем ли более домашних его. И так не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Вот эти последние слова, конечно, говорят нам о том, что только Бог может человека, и душу его, и тело погубить в гиене огненной. А тех, кто может погубить только тело, бояться не следует. Но Господь предупреждает апостолов, что их ждут очень серьезные испытания. Однако при мысли апостолов о том, что все это претерпел их учитель, божественный Господь наш Иисус Христос, что и его гнали, что его обзывали Вельзевулом. Вельзевул слово переводится как «князь мух». Это очень уничижительное было название, но Господь его претерпевал. И в данном случае призывает апостолов не бояться и не смущаться всех тех напраслений, издевательств, которые будут следовать в их адрес. Более того, все это является очень важным и четким критерием того, что апостолы проповедуют истину, а люди сластолюбивые не могут смириться с принятием этой истины, и поэтому их реакция на проповедь апостолов выражается именно в этих моментах, которые Господь обозначает. Они будут пытаться убить ваше тело. «Не две ли малые птицы продаются за осарий? Ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего. И у вас же и волосы на голове сочтены. Не бойтесь, вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедует Меня перед людьми, того исповедую Я пред Отцем Моим Небесным. А кто отречется от Меня перед людьми, отрекусь от того Я пред Отцем Небесным». В данном случае эти слова можно сказать о промысле Божьем. Учения нам раскрывают или открывают. И верующему человеку очень часто полезно помнить о том, что ни один волос с его головы не падает без воли Отца Небесного. То есть мы находимся всегда в промысле Божьем. Всегда нас божественная рука премудро ведет к нашему спасению. Поэтому смущаться и страшиться того, что с нами может случиться что-то страшное, что-то скорбное, что-то болезненное не следует. Господь, или лучше сказать, божественная любовь, всегда направляет все действия, которые с нами случаются, к тому, чтобы мы были ближе к нашему спасению. И вот здесь вот эти слова. «Итак, всякого, кто исповедует Меня перед людьми, того исповедую и Я пред Отцем Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Небесным». Мы должны понимать в контексте предыдущих слов. То есть все с нами случайное мы должны принимать именно как свое личное крестоношение. И только в этом случае, живя под гнетом этого спасительного креста и исполняя заповеди, которые заповедует нам Христос, мы будем двигаться именно по направлению к Отцу Небесному. А если пытаться постоянно сбрасывать с рамен своих этот крест и говорить, что эти обстоятельства в жизни мне не нравятся, эти бы я не хотел, чтобы они были в моей жизни, это есть не что иное, как отречение от Христа. И, соответственно, ждать нам того, что Он не отречется перед нами, тоже не следует. «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю, не мир принести Я, а меч, ибо Я пришел разделить человека с отцом Его, и дочь с матерью Ее, и невестку со свекровью Его, и враги человеку домашней Его. Кто любит отца или мать более нежели Меня, не достоин Меня, и кто любит сына или дочь более нежели Меня, не достоин Меня, и кто не берет креста своего и не следует за Мною, тот не достоин Меня». Ну, Христос вот этими словами обозначает нам очень важный момент. Он хочет сказать, что когда появляется в семействе верующий во Христа человек, то, конечно, чаще всего, если люди в этом семействе неверующие, начинаются раздоры, начинаются непринятия. И вот это разделение человека с отцом Его, дочерью, с матерью, конечно, часто можно уподобить тому, что Христос приносит на землю не мир, но меч. Но мы должны понимать, что для человека самое важное, пожалуй, это иметь духовный мир. И враг рода человеческого, он всегда пытается всячески сделать так, чтобы этого мира, который чаще всего проявляется в отношении нас с нашими ближними, чтобы его не было. Массу усилий требуется употребить человеку, чтобы этот мир сохранить. Но мир сохранить именно через истинную проповедь о Царстве Небесном и о Христе. То есть, не словами о том, что нужно поститься, молиться, что есть Царство Божие, есть дар благодати, а именно своей собственной жизнью показывать, что Бог есть любовь. «Кто не берет креста своего и не следует за Мною, тот не достоин Меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает Меня. Кто принимает Меня, принимает пославшего Меня. А кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашей у холодной воды, во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Вот здесь Христос говорит о необходимости благорасположения и очень внимательного всматривания в тех, кто нам проповедует о Царстве Небесном. Как страшно проглядеть истинного, посылаемого Богом апостола или пророка, или праведника. Но с другой стороны, Господь говорит о том, что это внимание человеку даруется только благодаря тому, что человек пытается нести свой крест и следовать за Христом. И вот эти слова «сберегший душу свою потеряет ее», а «потерявший душу свою ради меня сбережет ее» говорят нам, конечно, о том, что грех, что само по себе грехопадение настолько глубоко вошло в человеческое естество, настолько срастворилось им, что отречение человеком от греха, который он имеет в жизни, становится для человека отречением от естества, то есть от самой как бы жизни. И поэтому человек, когда начинает нести свой крест, то есть бороться с грехом, он как будто режет по-живому. Иногда у святых отцов этот термин звучит как отречение или заклание своего ветхозаветного человека. Но только тот, кто мужественно, кто ревностно и бесстрашно, приносит покаяние пред Господом и отказывается от совершения греха, как бы испытывая при этом боль и скорбь, как бы теряющий душу, на самом деле сберегает ее для вечной жизни и для нашего Господа. Субтитры создавал DimaTorzok